Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Я рада вас снова видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать однотонный, красивый, плотный узорчик крючком. Для вязания буду использовать вот такой вот розовый цвет пряжи и крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок 2,5. Ну что ж, давайте приступать к нашему вязанию. Начинаем наше вязание с цепочки с воздушных петель. Количество воздушных петель должно быть кратно 10 плюс 6. Первую петлю я не затягиваю, она мне будет служить первой рабочей петелькой. И дальше провязываю столько петель, сколько мне необходимо для моего изделия. Самое главное, чтобы количество петелек было кратно 10 плюс 6. Я для образца провязала небольшую цепочку и теперь начинаем вязать первый ряд. Одну петлю от крючка мы пропускаем, во вторую вяжем столбик без накида. Следующую также столбик без накида. И теперь столбиками без накида провязываем полностью этот ряд. Теперь провязываем одну воздушную, поворачиваем вязание и второй ряд также будем вязать столбиками без накида. Первый столбик вяжем в нашу первую петельку по две стеночки. Так, помощник, началось! Началось! Так, под две стеночки петли первую петельку провязываем столбик без накида. Дальше во вторую петлю столбик без накида и дальше до конца ряда в каждую петельку мы провязываем по столбику без накида. То есть полностью повторяем предыдущий ряд. Итак, провязали мы два ряда столбиками без накида. Начинаем вязать третий ряд. Вяжем воздушную, поворачиваем вязание, делаем накид на крючок и находим, вот опускаемся на ряд ниже, не предыдущий, а на ряд ниже. И вот за первый столбик наш заводим вот таким образом крючок и провязываем первый рельефный столбик с накидом. Накид, в следующую петельку, точно так же второй столбик с накидом. Дальше третий, четвертый и пятый. Вот мы с вами провязали 5 рельефных столбиков. Теперь смотрите, находим вот здесь вот эту нашу заднюю цепочку. И отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. Вот она шестая петля. И в эту шестую петельку мы начинаем вязать. Провязываем первый столбик без накида, в следующую петельку, второй столбик, в следующую третий, в следующую четвертый и пятый. Дальше начинается повтор. Делаем накид на крючок, находим вот наша следующая петля, опускаемся, заводим крючок за столбик. Провязываем первый столбик, рельефный с накидом, второй, за следующую петельку, третий, четвертый и пятый. Узор на самом деле очень простой. Теперь опять смотрим вот за задние наши петельки, которые мы с вами пропускали. И считаем 1, 2, 3, 4, 5. Вот она шестая петля, свободная. В нее мы вяжем столбик без накида. И начинаем повтор 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. И собственно вот в таком вот порядке мы с вами провязываем 5 рельефных, 5 столбиков без накида. 5 рельефных, 5 столбиков без накида. Вяжем так до конца ряда. Смотрите, в конце ряда мы провязали вот 4 столбика рельефных, да? Делаем накид, провязываем пятый, но вяжем его не до конца. Оставляем 2 петли на крючке, находим вот последнюю нашу петельку, в нее заводим крючок, вытаскиваем ниточку. И только теперь 3 петли провязываем вместе. Следующий ряд. Воздушная петля. Поворачиваем вязание и в первый столбик вяжем столбик без накида. И весь ряд до конца провязываем столбиками без накида. Вот эти вот нижние, которые вот петельки, мы их не трогаем, они у нас остаются сзади, на изнанке. Мы вяжем только поверху. Провязываем так до конца ряда. Вот мы провязали с вами еще ряд столбиками без накида. Теперь вяжем одну воздушную. Мы поворачиваем вязание. И смотрите, у нас вот наши столбики рельефные, которые у нас вот здесь первыми 5 столбиков, первые 5 столбиков, которые мы вязали. Делаем накид. И за наш первый рельефный столбик мы провязываем также рельефный столбик с накидом. Это первый столбик. Дальше под следующий столбик заводим крючок, провязываем второй столбик. Дальше третий. Четвертый. И пятый. Теперь вновь смотрим по задним петелькам. Раз, два, три, четыре, пять. Вот она шестая петля. Провязываем первый столбик без накида. Дальше второй. Третий. Четвертый. Пятый. Дальше вновь идут рельефные. Провязываем первый столбик. Второй. Третий. Четвертый. И пятый. И так вяжем до конца ряда, чередуя рельефные и столбики без накида. В конце ряда с последним столбиком рельефным поступаем точно так же, как в предыдущем ряду. Провязываем его не до конца и находим последнюю петельку, заводим крючок, вытаскиваем ниточку и провязываем вместе. Теперь воздушная петля, поворачиваем в первый столбик, вяжем столбик без накида и до конца ряда их повторяем. Провязываем так до конца ряда. Теперь следующий ряд провязываем воздушную петлю, поворачиваем вязание и теперь будем вязать повтор вот этого ряда там, где у нас были рельефные столбики. То есть мы провязываем 5 рельефных столбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Считаем здесь, находим 1, 2, 3, 4, 5. Вот шестая петелька, в нее вяжем первый столбик без накида, второй, третий, четвертый и пятый. И вот таким образом, чередуя рельефные столбики и столбики без накида, 5 рельефных, 5 столбиков без накида, мы вяжем до конца ряда. Дошли до конца ряда и последний столбик провязали точно так же, как в предыдущих случаях. Следующий ряд, вяжем 1 воздушную, поворачиваем вязание и вяжем столбики без накида до конца ряда. Провязываем столбики без накида. Итак, вот мы с вами провязали, и у нас получилось 3 вот такие вот бороздки сзади нашего узора, на изнаночной стороне. Это значит, что первую часть узора мы закончили. Начинаем вторую. Провязываем воздушную петлю, поворачиваем нашу работу. И смотрите, там где у нас были рельефные столбики, мы теперь будем вязать столбики без накида. А там, где были столбики без накида, будем вязать рельефные, чтобы у нас рисунок был в шахматном порядке. Давайте провяжем. Провязываем первые 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. Видите, они располагаются над столбиками с накидом. Теперь делаем накид на крючок. Находим следующий столбик, вот он, опускаемся на ряд ниже, то есть вот предыдущий ряд, мы опускаемся еще на один ряд ниже. И провязываем рельефный столбик с накидом. Первый. Следующую петельку вяжем второй. Дальше третий. Четвертый. И пятый. Смотрим по изнаночке. Раз, два, три, четыре, пять. Ввод шестой столбик. У него начинаем вязать 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. Теперь опять рельефные столбики с накидом. Точно так же, как провязали здесь. И таким образом, чередуя столбики без накида, рельефные столбики, столбики без накида, рельефные, мы провязываем этот ряд до конца. Дальше провязываем воздушную, поворачиваем узор наизнанку и провязываем его столбиками без накида. Видите, у нас получается один лицевой ряд, там где у нас рельефные столбики, и изнаночный ряд, там где у нас вот такие вот бороздки. И на изнаночной стороне мы всегда вяжем столбики без накида. Провязываем этот ряд до конца. Следующий ряд. Провязываем воздушную петлю. И теперь опять там, где у нас были столбики без накида, провязываем столбики без накида. Там, где были рельефные, провязываем рельефные. Провязываем первый столбик без накида. Дальше второй. Третий. Четвертый. Пятый. Теперь пришли к нашим рельефным. Провязываем первый столбик. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. И вот так вот чередуя вяжем до конца ряда. Провязали до конца ряда. Воздушная петля. И изнаночный ряд мы провязываем столбиками без накида. Вяжем так до конца ряда. Провязали ряд до конца. Дальше вяжем воздушную. И опять там, где столбики без накида, вяжем столбики без накида. Провязываем первый столбик без накида. Дальше второй. Третий. Четвертый. Пятый. А там, где у нас рельефные столбики, вяжем рельефные. Первый столбик рельефный. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. И вот таким образом провязываем до конца ряда. Провязали до конца ряда. И следующий ряд вяжем воздушную. И провязываем столбиками без накида. Весь этот ряд. Он у нас изнаночный. Вяжем так до конца ряда. Вот мы с вами дошли до конца ряда. Теперь провязываем воздушную петлю. И начинаем повтор узора с самого начала. То есть, с того момента, где у нас были рельефные столбики первые. То есть, теперь там, где у нас были столбики без накида, мы будем вязать рельефные столбики. А над столбиками с накидом, с рельефным, ну, рельефные столбики с накидом, будем вязать столбики без накида. Чтобы у нас, видите, получились вот эти вот выпуклые части в таком вот шахматном порядке. Таким образом, мы с вами провязываем столько рядов, сколько нам необходимо для нашего изделия. Взгляните, как узорчик смотрится, если провязать большее количество рядов. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Надеюсь, что он вам понравился. Если это так, тогда ставьте лайки, пишите ваши комментарии. И не забывайте подписываться на канал, если вы еще не подписаны. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.